Здесь распечатываются все эти витки, которые потом плеятся на карточку, на пробирочки, на контейнеры для заготовки плазмы. Первое направление – это мы принимаем доноров, заготавливаем обычную человеческую плазму, это компонент крови, это жидкая часть крови. И второе направление – это мы принимаем людей, которые переболели ОРВИ, пневмониями, коронавирусом, для того, чтобы заготовить плазму, протестировать ее на выявление антител коронавируса и дальше эту плазму передать на завод-фракцинатор для изготовки, для производства высоко-гипериммунного иммуноглобулина. Смотрите, только вчера я читал данные Совета Безопасности в Украине, связанные с КРИК-19 в СНГ. То есть там идет целая осень сводка, то есть по всем странам, что происходит, какая статистика, то есть каждый день я, как это должно быть, в должностное лицо ознакомлюсь с этими данными. Для понимания, вчера получили очень интересные данные из США, связанные с разведданными в Китае. Это так, не дай сюжет, но чтобы вы понимали. То есть еще до вспышки в Ухане, с которой считается, что началась пандемия по всему миру, изучили, во-первых, войсковые запросы китайской системы в Айду, и буквально за полгода еще до вспышки в Ухане колоссально выросло количество запросов на слово кашель, сухой кашель, то есть уже люди как бы болели всей этой историей. Далее подняли спутниковые снимки по китайским провинциям и увидели, опять же, огромный рост количества автомобилей, которые расположены после лечебных учреждений. Я вам скажу, они начали поступать уже в последние дни перед Выпиской, они себя вели, конечно, некрасиво, но так как мы там уже находились давно, и мы рассказывали условия, условия хорошие. Условия не супер-супер, но я знаю, что по поводу вообще докторов не было никаких нареканий, все, действительно, очень хороший уход. Почему? Почему? Почему?